Здесь собрались дети из разных районов Сочи, чтобы сказать спасибо взрослым за веселое лето. На площади у Сочинского цирка они интересно проводили время и вспоминали, как отдыхали на каникулах. А в Сочи помимо дневных школьных лагерей и путевок в детские лагеря края, для ребят были организованы экскурсии и многодневные походы. Там были всякие конкурсы, мы ездили на Ореховские водопады, на Огурские водопады и на Ахуны в чайные домики. Мы ходили этим летом по лобе, было очень интересно, весело. Всего ходили 11 дней, прошли более 100 километров. Конечно, грустно, что лето заканчивается, но впереди школа это значит новое отношение и мы будем узнавать что-то новое. А для ребят помладше во всех районах Сочи работало 145 площадок нашего двора. Там каждый день занятия себе по душе находили 3000 девчонок и мальчишек. С ними по инициативе главы города в летнее время занимались студенты сочинских вузов. Шефство над каждой игровой зоной взяли и городские спортшколы, и молодежное объединение. Мне очень понравилось, было очень весело с ребятами, так же веселиться, проводить время и получать вместе с ними удовольствие. Там было веселье, много конкурсов. Ну, очень клево было. Сами родители, признаются, дети, едва проснувшись, бежали во двор. Занимательно с ними работали и молодые специалисты дошкольных учреждений и домов культуры. Дети к нам приходили абсолютно разные. Те даже, которые приезжают к нам в гости отдыхать, мы были всегда рады. Пятая гимназия, третья лицея, всех деток мы приглашали. Детский садик номер 7 тоже с нами очень активно сотрудничал. И мы с ними проводили время, играли, веселились, участвовали в экологических акциях, участвовали в постановках, пели, танцевали флэш-мобы. Мы настолько были увлечены этим летом, что оно настолько незаметно пролетело, и нам даже немножко грустно уже с ним прощаться. Нашли, Василий, в Европу на лето. Мы обновились без утра лета. Зато, зато у нас было лето. А создавали материальную базу для того, чтобы у детей на площадках было во что играть депутаты городского собрания Сочи, меценаты, предприниматели. В этом году городские предприятия впервые подключились к программе «Площадка нашего двора». Стали приглашать группы детей к себе в гости. Таким образом, юные сочинцы узнали, как пекут хлеб, лечат людей или охраняют общественный порядок. Даже на боевых тренировках побывали. И все это, разумеется, бесплатно. Всех руководителей предприятий, которые приняли активное участие в летней программе, сегодня благодарил лично глава города Анатолий Пахомов, а дети дарили аплодисменты. Они закалялись, тренировались, учились петь и танцевать, рисовать, дружить и делать подарки городу. Наши дети высаживали деревья и цветы, делали наш Сочи еще более красивым и модным. Сегодня прекрасный повод еще раз вспомнить о том, каким были летние каникулы. Огромное спасибо педагогам, работникам культуры и здравоохранения, сотрудникам управления молодежной политики и студентам. Грамотами главы города были награждены все, кто помогал в жаркие каникулы не остаться ребятам в одиночестве. Приятно, волнительно, было очень неожиданно. Загорелые и довольные дети через пару дней уже будут делиться с одноклассниками летними впечатлениями от отдыха. Во всяком случае, в сочинении «Как я провел лето» у каждого будет что написать. К слову, в этом году в сочинские школы придут почти 40 тысяч юных сочинцев. Елена Овсецина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...